здравствуйте сейчас расскажу вам миф сказку о том как чан-э вознеслась на луну это китайская сказка и согласно ей когда-то давно-давно был один такой год когда на земле появилось сразу 10 солнц и тогда естественно все урожая засохли люди голодали все воды высохли и уже народ вот-вот умрет тогда появился один герой по имени хоуи он забрался на гору кун луншань кун луншань взял волшебный лук и на одном дыхании застрелил 9 лишних солнц и стало только вот одно светить людям и вообще всей планете земля после этого хоуи сыскал славу к нему пути потянулись люди его признал и зауважал народ и даже знатные знаменитые там люди уважаемые также пошли к нему хоуи обучаться искусству охотничьему и владение оружием и даже коварный злой пэн-мен тоже присоединился к этой когорте людей однако стоит сказать что хоуи еще после того как застрелил 9 9 солнц женился на чан-э это была прекрасная обворожительная девушка с добрыми помыслами чистым сердцем они друг друга любили хоуи как когда не охотился то есть во время свободной от охоты и обучение искусству поисков дау и прочему он все время целый целые дни проводил месяц своей возлюбленной чан-э и люди все завидовали в хорошем смысле слова их крепкой любви то что вот и он такой прекрасный жених и она такая прекрасная невеста однажды хоуи поднялся на гору кунглуншань с которой сбил 10 солнц когда-то для того чтобы навестить своих друзей и изучать то и внезапно увидел там богиню сиванму он выпросил у богини одну пилюлю бессмертия и согласно легенде как говорится тот кто примет и выпьет эту пилюлю тот сразу же вознесется на небеса и станет бессмертным однако хоуи не захотел ему было тяжело расставаться со своей возлюбленной чан-э и поэтому ему оставалось только дать ей эту пилюлю чтобы она ее куда-нибудь спрятала уберегла и она положила пилюлю в шкатулку в туалетном комоде или вот в общем в комоде шкатулку в комоде в туалетной комнате зеркалом со всем этим но это увидел коварный пенмен он увидел куда она спрятала куда чанная спрятала пилюлю бессмертия и вот три дня спустя когда хоуи пошел вместе с своими учениками столпой учеников на охоту то злобный пенмен притворился больным и остался остался у себя в деревне затем дождавшись когда хоуи выйдет вместе с людьми он тут же выхватил меч холоденец и вошел во внутренние покоя затем начал угрожать чан-э чтобы она дала ему пилюлю бессмертия чана я знала что она не соперница пенмену и она повернулась к шкатулке открыла шкатулку достала пилюлю бессмертия и сразу же проглотила пилюлю после этого ее тело тут же стало легким как воздух его начала уносить вместе с ветром и она вылетела в окно но поскольку чан-э очень сильно скучала по своему возлюбленному хоуи то она вознеслась на самое ближайшее тело от земли людей это у на самый же небесное тело стоит поправиться и когда хоуи вернулся домой то обнаружил что служанки целый день плакали по вот этому случившемуся делу так что думали что чан-э умерла что ее убил пенмен хоуи был вне себя от горести и злобы он схватился за свой меч и направился убивать врага однако пенмен до этого совершенно успешно выбежал и скрылся и убитый горем хоуи сначала кинул крик то есть он начал плакать рыдать бить себя в грудь топтать ногами это несчастье такого а затем он бросил свой взгляд в надежде вот вдаль на луну и увидел что там луне луна какая-то необычайно красивая сегодня и что на луне есть очертания его любимые чан-э после этого он тут же послал людей в любимейший сад чан-э за тем чтобы они разжигли курение благовония и принесли ее самые любимые сладкие фрукты в меде ну то есть фрукты в меде до который она любила есть и он начал ей молиться то есть посвятил ей этот ритуал жертвоприношения после этого люди прознали как только люди прознали о том что сделал по и что вот чана я превратилась стала стала луной то они также начали во время получается полнолуние возжигать курение благовония и ставить еду и обращались к чан-э с молитвой с просьбами о участие благополучии безопасности добрее всем хорошем в общем и так с тех пор во время как раз таки то есть так с тех пор до люди по сей день праздную середину осени то есть праздник середина осени он возможно частично возможно полностью это я еще и сейчас не уточнял посвящен этому мифу этой сказки о чан-э стоит напомнить что праздник середины осени очень важен для китайцев есть и дополнение к мифу есть и некоторые другие версии какие я сегодня вычислил сразу скажу что источником я использовал возможно спорная но все таки книжку вот китайских сказок и сейчас я сразу покажу вам эту чан-э то есть здесь у нас одна один абзац на китайском 2 на русском то есть нет выполнена на методом ильи франко но что важно подчеркнуть что составлены упражнения вот перевод словарь и упражнения составлены и китайским и российскими гражданами вот ну так же смотрел признаюсь честному фильме на ю тубе на китайском языке очень на этом в принципе было очень очень похожим на версию этой сказки который написан в книжке есть русскоязычные какие нашел что чаны до этого была богини это что она там провинилась после чего была служительницей в нефритовом дворце это получается дворец на небесах где был нефритовый император очень крайне важная персона он на упоминается во многих мифах и сказках китая и даже в произведении по сумку куня рекомендую к прочтению или хотя бы мультик посмотрите тоже очень очень забавный и классный в общем она там была служанкой на чем-то провинилась и он ее отправил быть обычной крестьянкой после чего это все он там ху 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 из также застрелил 9 солнцем и нимфритовый император дал то эти пилюли бессмертия но ху и вот по одному получается русскоязычным источнику ху и стал деспотичным тираном деспотом озлобился и чаны испугалась этого тирана и деспота и съела пилюли смерти и улетела в окно он стал стал луной да такой миф нашел и еще кто-то может читал что там был кролик такой нефритовый заяц в общем да это другой миф но давайте сразу расскажу потому что их соединяет часто в общем когда-то раз небес нефритовый император он пошел в гости к обезьяне лисе и зайцу обезьяна принесла ему поесть орешков лиса украла рыбу а заяц ничего не нашел из еды что мог предложить бы императору и поэтому он бросился в огонь поджарил сам себя то есть пожертвовал своей жизнью ради того чтобы император мог поесть императору когда увидел эту то сразу вознес зайца на небеса но и точнее на луну вот такая вот история если вам интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал для меня это очень важно вы тем самым поддержите развитие вот этого проекта на ю тубе и также пишите свое мнение в комментарии предложение в комментарии затем дополнение то есть различный дополнительный материал ну и принципе как вам такие вот форматы то есть когда обзор книг литературы сказок и прочего вот но не буду вас больше мучить все все вам доброго